Друзья, всем здравствуйте! Сегодня у меня в гостях потрясающий гость. Влад Мошкин, чемпион России по бодибилдингу. Вообще Влад для меня очень удивительный человек, потому что в бодибилдинге конкретно он уже более 14 лет. Это огромнейший срок. Плюс до этого Влад всю свою жизнь посвятил практически спорту, практически самой школы, Влад в спорте. Поэтому человек для меня удивительный. И действительно человек, который ежедневно помогает многим людям становиться красивее, здоровее, сильнее в прямом смысле этого слова. И ежедневно прикладывает для этого огромное количество усилий. Ну и сам всегда в прекрасной форме, участвует в соревнованиях, в чемпионатах и всегда практически занимает очень хорошие места. И действительно человек со знанием дела, человек, который подходит к своей работе очень грамотно, очень вдумчиво и практически каждого своего клиента ведет за руку от начала и до самого результата. Привет, Влад! Спасибо, что сегодня ты в гостях. Но хотелось бы тебе задать такой вопрос. Конечно, мы сегодня будем говорить больше о любителях, потому что все чаще и чаще я встречаю мужчин, которые, допустим, не занимались спортом или когда-то в молодости занимались спортом. И вот вдруг они захотели начать заниматься спортом, иметь мышечную массу, иметь бицепсы, трицепсы, кубики на животе, да, то есть быть вот таким прокачанным человеком. Вот как ты считаешь, возможно ли это и с чего нужно начать? Да, конечно же, все это возможно, но постепенно это наше здоровье. То есть здоровье не будет непростила тела, не будет самочувствия, не будет желания заниматься. Поэтому постепенно, что я обычно советую, это наладить свое питание. Либо я даю инструменты для обучения, понимания, что такое белки, жиры, углеводы и все остальные моменты, какие-то, ну, рассказывают какие-то мифы в плане питания. И человек старается вести по питанию от А до Я. То есть он присылает мне отчеты, я ему говорю, что нужно оставить, что нужно убрать, где можно так поступать при тех или иных ситуациях. То есть постепенно начинаем с питания. Потому что питание – это самое важное в нашей жизни. Да, я извиняюсь, перебью сразу. Вот какие продукты ты считаешь, ну, буквально там пару-тройку продуктов должны быть в рационе мужчины обязательно? Ну, по продуктам сказать очень сложно, именно какие конкретно. Потому что все мы можем жить, кто-то может на севере быть, кто-то может быть на юге, кто-то может быть… То есть немножко разные акценты на белки, жиры, углеводы. Здесь есть минимальные пороги по белкам, жирам, углеводам. То есть, допустим, для мужчины безумно важны жиры. То есть это синтез гормонов. Синтез самого главного гормона – тестостерон. И кожа, волосы, ногти, и для женщин тоже это безумно важно. То есть жиры, какое-то минимальное количество должно необходимо быть как растительного, так и животного происхождения. Белки. Почему-то большинство думает, что это только строительство мышц. На самом деле оно выполняет безумно большое количество функций. Так же, как и транспортное, проводящие там и всевозможное. То есть белки – это не только наши мышцы, это тоже также наше здоровье. Углеводы первостепенно – это наши энергии, наше самочувствие. Наше самочувствие нашей щитовидной железы, работы мозга, энергия. То есть это тоже безумно важный момент. То есть здесь обычно не рекомендую именно какие-то продукты. Здесь могу рекомендовать продукты не есть в плане трансжиров, либо какие-то блюда, которые непонятно как сделаны и где очень много, допустим, лишнего. Либо исключить какие-то соусы. Допустим, тот же Цезарь, да, вот салат обычно, самый классический, в нем ничего нет. Самый калорийный – в нем соус. То есть вы можете взять Цезарь, не есть этот соус. Да, понятно, что он не будет такой вкусный. Но половину калорийности по факту, ну, из-за соуса выкиньте, те жиры, которые не нужны, да, и нормально, спокойно можете покушать. Поэтому здесь, что по рекомендациях, именно соблюдение минимальных норм белкам, жарам, углёдам и не исключать какой-то из нутриентов. А, и очень важный момент, обязательно овощи и фрукты должны быть в вашем рационе. Овощи прям всегда, фрукты, ну, хотя бы один фрукт, там, один тоже должен присутствовать. Да, друзья, вот видите, мы очень часто говорим, и Влад вам официально заявляет, что питание должно быть правильно, правильно подобрано и, конечно же, исключать различные вредные продукты, да, и в том числе и трансжиры. Как вообще ты относишься к вредным привычкам? И есть ли у мужчины возможность, который, допустим, курит или, там, выпивает иногда, да, там, раз в два в неделю, прекрасно себя чувствовать, прекрасно выглядеть, ну, и накачаться, будем говорить так. Ну, я человек, который обычно прямолинейный, я скажу, как есть, не буду ничего думать. Алкоголь, в первостепенном, не только важно, как сам алкоголь, а то, что идет после него последствия в плане того, что сразу хочется есть, сразу запиваешь на какой-то рацион питания, срываешься, наедаешь. Но, опять же, мы должны себя контролировать. То есть, даже если вы знаете, что, допустим, на какое-то мероприятие, поменьше покушали, либо кушать какие-то белковую пищу, либо овощи, то есть не все мы можем исключить это из нашей жизни, но желательно это минимизировать. Если что касается, допустим, никотина, сигарет, здесь, на самом деле, я вот не знаю, как правильно сказать, может быть, для мужчин это и даже важнее исключить, чем алкоголь. Почему? Объясню. Потому что, в кавычках, я не скажу прям прямолинейно, но создается как-то своего рода гипоксия, то есть хуже транспорт кислорода в кровь. А мы просто понимаем, как бы, функцию некоторых вещей, что если транспорт кислорода будет хуже, то, соответственно, это будет влиять на все моменты насыщения кислородом. Вот, это безумно плохо. Поэтому с никотином желательно, конечно, полностью прощаться, если вы не можете с алкоголем никак бороться. И лучше, лучше уж, как сказать, минимизировать его, чем исключительно потом сорваться. Поэтому, если вы знаете, что вы идете на крупном мероприятии, поменьше покушали, выбирайте продукты, которые пониже калорийности, и, соответственно, пить в рамках адекватности. Да, отлично. Теперь хотелось бы задать вот какой вопрос. Как ты считаешь для человека нетренированного, который хочет в ближайшее время стать более сильным, более энергичным, лучше себя чувствовать? Какой график тренировок должен быть? Понятно, что вопрос такой достаточно сложный, потому что каждому подбирается индивидуально, да, тренировки. Но вот почему такой вопрос у меня возникает? Я, знаешь, очень часто встречаюсь с чем? Что вот мужчина не занимается абсолютно спортом, и вдруг он решил, что вот я хочу. И что я вижу на сегодняшний день в тренажерном зале? Что вот приходишь в зал, какая основная аудитория? Может, конечно, я так сталкиваюсь, ты мне подтвердишь, да? Но основная аудитория – это мужчины после 40 лет, которые сначала бегают на дорожке, потом идут, поднимают эти… А я извиняюсь про оборудование спортивное не очень, да, знаю. Там штанги всякие, гантели очень тяжелые. И потом они, значит, опять идут бегают, потом начинают заниматься боксом. И такое ощущение, что они целый день проводят в этом тренажерном зале. То есть вот я, как говорю, сначала не занимался, а потом думаешь, сейчас я стану там бодибилдером, да, условно, и буду вот целый день сидеть в этом спортзале, и к лету там стану большим, красивым, с огромным количеством мышц. И действительно я сталкиваюсь с тем, что многие мужчины, ну, в прямом смысле уезжают на скорой помощи из этих спортзалов. Мы получаем различные сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Почему сейчас по клиническим рекомендациям рекомендовано именно 2-3 тренировки в неделю, кардиотренировки по не более 40 минут? То есть вот есть четкий стандарт – это для любителей, не спортсменов. Я почему часто мужчинам объясняю, дорогие друзья, вы не спортсмены профессиональные, которые занимаются там 2-3 раза в день. И, соответственно, между этими промежутками они отдыхают, правильно питаются, они бегут в офис, да, еще на работу. Вот. Как ты к этому относишься? Вот считаешь ли ты правильным, что как раз 2-3 тренировки, там 30-40 минут – это будет оптимально для мужчины, который не имеет спортивного прошлого и там особо регулярно не занимается спортом? Сейчас объясню. Ну, как ты и сказала, первостепенно это индивидуальная зависимость от графики работы. То есть люди бывают работать сутками, это самая сложная работа. Либо когда они работают ночами. Здесь, конечно, тренировки, нагрузки должны быть минимальны по степени восстановления. Но будем, возьмем среднее количество, да? Ну, средний класс, да, людей. Все правильно. Две, опять же, силовые и кардионагрузки немножко разные. То есть с точки зрения по силовым и по кардионагрузкам это 2-3 тренировки в неделю, не больше. Это факт, да. Потому что для новичка это может быть даже сначала и реже. То есть, допустим, он в понедельник сделал силовую, фуллбады, все тело, да, ему минимум нужно 2 дня еще, чтобы восстановиться. И он только в четверг в следующий раз придет. Ну, по делу, если вот так начинать, потому что у него все будет болеть. Если у него все будет болеть, это бессмысленно. Дальше дает нагрузку. В четверг он позанимался, в пятницу в субботу он отдыхает, и только в воскресенье все равно получаются 3 тренировки. Но это максимум. То есть, больше 3 тренировок в неделю для обычного человека силовых вообще не имеет места быть. И даже просто может выйти боком и не получить результата, а сделать только хуже. Кардиосессия. Обычно, если есть возможность отделять от силовых тренировок, либо хотя бы делать, допустим, кардио утром, либо вечером, да, силовую в течение дня, но позже, то можно делать так. Если есть возможность отделить силовую от кардио, то можно делать в разном дне. Опять же, кардио может быть разным. Не обязательно же идти в зал. Можно выйти, погода прекрасная, погулять быстрым шагом, велосипед. Это же тоже всего рода нагрузка, и как бы стабильно просто не прорываться, да. Вот, это тоже будет отличная нагрузка. Поэтому две тренировки в неделю, как силовые, как кардио, это будет, да, объективно, адекватно и правильно. Отлично. Поэтому, дорогие зрители, про это стоит помнить. И если вы хотите выглядеть, хорошо себя чувствовать, не надо думать, что там за месяц вы придете в эту форму, если будете целыми днями сидеть и работать в тренажерном зале. Влад, ну какие бы ты дал рекомендации нашим зрителям, мужчинам, которые действительно хотят привести себя в форму или еще лучше, в лучшую форму, чем они есть на сегодняшний день? Ну, первостепенно это разобраться со своим питанием, сделать его удобным, быть себя и комфортным для достижения своей цели, что он там хочет набрать мощное масло, сохранить либо уменьшить процент жира, выставить правильный график нагрузки. В третий момент мы не забываем про восстановление, то есть адекватно восстанавливаться, минимизировать какие-то возможности, по возможности нервы, стресс, ну и добавить, опять же, помимо питания, есть добавки, есть витамины, минералы, которые необходимы для лучшего восстановления. Отлично. Ну, вот теперь, конечно же, хочется сделать акцент на витаминно-минеральных комплексах, пищевых добавках, потому что это крайне необходимо для поддержания здоровья, для улучшения здоровья, потому что та еда, которую, даже если вы будете вот прямо по всем правилам, по всем рационам питаться, к сожалению, продукты, которые на сегодняшний день есть, они не могут в полной мере обеспечить компенсацию витаминно-минеральных дисбалансов, которые в организме происходят, особенно учитывая стрессы, которые нас ежедневно со всех сторон окружают, режим дня, соответственно, недосыпы и так далее. То есть проблем огромное количество. Вот в своей практике какие ты рекомендуешь добавки, что должно в них быть, и, соответственно, может быть, какие-то основные компоненты ты нам сегодня перечислишь? Первостепенно, не то, что первостепенно, я стараюсь сделать минимум на то, что максимально работает и действительно 100% даст результат. Изначально это витамины ВРПД, то есть у нас на самом деле очень много спорных моментов по витаминам ВРПД, по количеству, сколько должна быть профилятным значением, как в России, так и по всему миру, но чаще всего дефицит. Поэтому бояться принимать в адекватных дозировках, я думаю, не стоит. Если вы боитесь, действительно, можно сдать анализ, посмотреть и сделать какой-то определенный вывод. Но опять же, проконсультироваться с специалистом, потому что, как я сказал, профилятные значения в России и по всему миру, они отличаются. Это тоже нужно знать. Следующая добавка, которую я рекомендую, это у нас больше к спратному относится, это креатин, это к повышению силовым показателям. Большинство думают, что он задержит воду в организме под кожей, на самом деле он держит воду в мышцах. Простым языком мы можем просто быть сильнее за счет этой добавки. Также витамины группы В. Здесь уже можно выбрать, либо мы делаем инъекционную форму, мельгамма, либо их любые аналоги, опять же, по протоколу, как он определенный, там, 3-4 раза в год. Либо добавляем в оральной форме, опять же, смотрим дозировки. И все, опять же, по инструкции. Ничто не выдумывал самостоятельно. Дальше идет витамины группы С, то есть витамин С. Опять же, дозировки не перебарщиваем, но хотя, с другой стороны, водорастворимы, то есть слишком-нлишком уйдет, но зачем? Как говорится, зачем лишний раз на пиграторе организма? Дальше у нас, дальше, на самом деле, вот это основной, на самом деле, список, да, потом уже мы смотрим по дефицитам. То есть мы можем сдать калий, магний, натрий, хлор, допустим, то есть калий, магний, допустим, чаще всего у людей мышцы бывает сводит, особенно у мельчиков, которые не тренировались, у них система восстановления, система синтеза АТФ, то есть между подходами может быть не очень хорошо, может быть там голокружение, с сахаром проблемы, да, то есть может аспаркан будет добавлять, либо его аналоги, алиматный получается, это тоже минерал. Вот, что еще из витамин? Ну, дальше, на самом деле, я уже смотрю по самочувствию и анализам. То есть здесь сложно прям конкретно что-то еще давать, вот это основа, это именно пока я даю. Отлично. Теперь хотелось бы узнать твое мнение, как эксперта в теме бодибилдинга, специалиста, я считаю абсолютно, что это так, это вот мое мнение здесь, потому что действительно твои успехи, твои заслуги в этом спорте, твое количество, так сказать, хотела сказать пациентов, но не пациентов, да, а, соответственно, тренируемых, которые каждый год получают огромные результаты, я своими глазами вижу эти результаты, что, и, конечно, хотелось бы узнать твое мнение по поводу комплексной добавки, мужская мощь, я ее разрабатывала специально для мужчин, соответственно, имеет комплексное воздействие на весь организм, то есть содержит витамины, минералы и натуральные экстракты для улучшения потенции, для улучшения либидо, улучшения сперматогенеза и, соответственно, профилактики простатита. Вот ты его видел, посмотрел уже состав, соответственно, вот скажи, пожалуйста, свое мнение. Добавка хорошая, туда, как ты сказала, добавили еще селен, что у нас там, селен, есть также женщины, что у нас еще. То есть я вот перечислил основу с точки зрения бодибилдинга и фитнеса. Конкретно ты туда еще добавила те моменты, которые необходимы именно для мужского здоровья. Эта добавка, она подойдет как обычному человеку, который вообще не занимается, как любителю, который начинает заниматься, как профессионалу, кто действительно как бы сдержит себя в хорошей форме. У нас, ну, будем честны, люди достаточно ленивые. Ну, по факту, естественно, хорошо бы, да, там отдельно собирать каждый витамин, каждый комплекс, но какая проблема? Нужно правильно сочетать, нужно не забыть и убить. И большинство обычных людей, кто не профессиональный спортсмен, легче купить действительно комплекс добавки и пропивать его. Буквально, на самом деле, недавно меня спросили, да, какой-то комплекс добавки можешь посоветовать. Я задумался, что я могу посоветовать. Я не могу посоветовать, во-первых, момент какой, первый, потому что очень много видов каждого, каждого витамина, даже, там, цинка, куча, очень много видов, которые друг с другом с каким-то другим витамином могут не сочетаться. Допустим, тебе, я доверяю, что ты сделал именно так, чтобы они сочетались. И действительно, комплекс, когда они содержат безумное количество витаминов и минералов, но здесь задается вопрос, а стоит ли его пить, потому что, может быть, он и не усвоится. Когда именно подобран небольшой комплекс, то есть, сколько у нас там веществ, 7, 8, 7 вроде. То есть, здесь уже... Сейчас для зрителей, еще раз, я прямо перечислю, что конкретно входит. Дозировки, сразу скажу, цинка, мы специально не делали огромные дозировки. Это создано для того, что, как наверняка ты с этим сталкивался, что у многих мужчин есть уже определенный баланс цинка, для того, чтобы не было передозировок, особенно после пандемии, когда все ринулись скупать цинк и пропивать. Вот, соответственно, здесь содержится витамин С, селен, цинк, витамин Д3, дальше экстракт йохимбина и экстракт джиншеня. Все. То есть, желатиновая капсула. Я еще с чем столкнулась, когда начала заниматься разработкой? Во-первых, что очень много содержится красителей, ароматизаторов. Поверь, я перепробовала много добавок. И когда ты берешь в руку капсулы, и от них идет запах, и если это, я имею в виду, не чеснок, не какие-то натуральные экстракты, а именно мы говорим про витаминно-минеральные комплексы, так вот, от них не должно быть запаха. Капсулы, вот эти красивые, яркие, желтые, красные капсулы, это красители, которые тоже оказывают негативное влияние на организм. Соответственно, здесь мы специально разработали желатиновую капсулу, натуральную, для того, чтобы не стали красить их. Да, она серая, да, там прозрачная желатиновая капсула, но здесь мы не оказываем никакого вреда желудочно-кишечному тракту в целом, там печени, почкам и так далее, потому что не содержит абсолютно никаких красителей. И следующий момент, что я столкнулась, огромное количество тяжелых металлов содержится в добавках. И теперь я крайне рекомендую нашим зрителям, моим подписчикам, что когда вы что-то покупаете, обязательно читайте состав. Вот это крайне важно, потому что тяжелые металлы, ну, ты прекрасно знаешь, когда работаешь с добавками, как они накапливаются, и потом мы получаем различные проблемы, начиная от печени, там, крови, почек и так далее. То есть идет накопительный эффект, особенно если там много этих добавок принимать. И еще один момент, который я заметила, что сейчас на территории Российской Федерации многие лекарственные препараты запрещены, то есть вот эти вот компоненты, которые мы видим активно в продаже. То есть мы могли ведь что угодно дополнительно, да, вставить, чтобы был очень хороший, еще под более высотом какой-то эффект, но эти препараты запрещены. Поэтому, то есть мужская мощь, это препарат, который, соответственно, во-первых, разрешен вообще по всем стандартам, во-вторых, оказывает хорошее действие из-за именно состава, из-за сочетания тех микроэлементов и, соответственно, экстрактов, и, друзья мои, не оказывают вреда вашей печени, почкам и так далее. То есть вот это очень важный момент, на что я вас прошу обратить внимание. Поверьте, я там в течение полугода просмотрела практически все, что есть на сегодняшний день на рынке и точно понимаю, о чем я говорю. Сразу хочу сказать, что у кого-то будет эффект с первых дней применения, кому-то нужно комплексная терапия, курсовое применение, так как и при курсовом применении будет повышаться уровень тестостерона. Это тоже очень важно знать. Ну и, конечно же, вот хотелось такой момент, да, сказать, что когда мы начали с Владом, мы уже давно очень знакомы, но когда Влад, соответственно, мы начали с ним обсуждать данный препарат, надо понимать, что, конечно же, в спорте он может быть. Никто не говорит, что вы накачаете мышечную массу, что вот вы выпьете две капсулы и станете чемпионом по бодибилдингу. Друзья мои, ну не будет такого. Также не будет такого, если у вас есть там хронический простатит в затяжной форме, пока вы не вылечите инфекции, пока вы, соответственно, не улучшите кровообращение, не будет супер потрясающего эффекта, но эффект хороший на весь организм в целом и на вашу потенцию мужская мощь оказывает. Ну что, Влад, как тебе, вот перечислила еще раз для наших зрителей, так ты немножко удивился, когда я начала говорить про вот эти вот тяжелые металлы, встречался с этим? Одна из самых распространенных добавок в бодибилдинге витамино-минеральный это animal pack называемый. Там, ну, мягким языком, бешеная дозероза, но факт у меня проявляется. И они как раз окрашивают мочу и ты не можешь нормально дозерозировать. Есть какая-то проблема, допустим, с густой крови, потому что это один из показателей. То есть как раз красители подкрашивают, это как бы не есть хорошо и запах не должен быть. А для большинства это типа там animal pack животное там ну, как бы нет, это плохая добавка. Если бы люди знали, кто ее собирает, в каких условиях, но я знал, они бы не уточнили принимать. Да, здесь я с тобой абсолютно согласна. Я тоже сталкивалась с препаратами, которые себя как бы позиционируют как супернатуральные, там различные экстракты натуральные, там деревьев, трав и так далее. Но вот понимаешь, когда ты берешь эту таблетку, его даже просто не пьешь, а вот держишь около носа, то ты понимаешь, с одной стороны, да, там пахнет какой-то травой, но если разбираться в производствах, то это эфиры. Эфиры, которые, опять же, оказывают токсическое воздействие в дальнейшем на весь организм и так же вредят организму. Поэтому, дорогие друзья, вот вам мнение Влада, поэтому будьте аккуратнее, принимайте только проверенные препараты. Ну, то есть, в целом, ты рекомендуешь мужскую пакет. конечно, конечно, потому что это как с точки зрения фитнеса, так и с точки зрения общего здоровья человека. То есть, может принимать и человек, кто не занимается, и она тоже будет оказывать положительный эффект. Но, как ты вот сказал, в комплексе и так же должно быть в комплексе человека. То есть, питание, добавки, и дозированная физическая нагрузка. Это не обязательно тренажерный запуск. Это может быть просто даже начать с гимнастики, гулять, ЛФК. Это в любом случае должна быть активность. То есть, запуск циркуляции крови по всему организму. Это важно. Спасибо большое, Влад. Друзья, кто хочет заказать, обязательно заказывайте, пробуйте, пишите ваше мнение. Ссылка будет первая в описании под этим видео. Я уверена, вообще в препарате. Что самое интересное, я сама слежу за каждой практически баночкой. Мы делаем контрольные закупки регулярно. То есть, мы не знаем там, из какой партии что приходит. Делаем контрольные закупки, отдаем независимую лабораторию. И состав, который указан на банке, абсолютно такой же есть в каждой капсуле. Поэтому я за это вот уверена и вам крайне рекомендую попробовать. Влад, спасибо большое. Мы обязательно встретимся, еще поговорим на тему бодибилдинга. Друзья, обязательно пишите вопросы, которые вы хотите узнать. Что бы вы хотели, чтобы Влад вам рассказал, какой секретный секрет, обязательно пишите. И на следующем эфире мы ваши вопросы обязательно разберем. Влад, спасибо тебе большое. и до новых встреч. До новых встреч.